Всем шаббат шалом! Приветствую всех! Сегодня я хотел бы поговорить на очень интересную тему о чудесах. Но не в стандартном таком разрезе, как традиционно принято говорить о чудесах. Мы поговорим о них, конечно. Но я хочу сегодня, эта тема проповеди, поговорить о самом большом чуде на Земле. И самое большое чудо для человека. Вот что бы вы назвали на Земле самым большим чудом для вас? Ишуа родился, да. И что Он воскрес? Но если мы начнем немножко еще до Ишуа, из всего творения, из всего, что Бог создал, это человек. И, конечно же, потом Ишуа Мессия, Он назван вторым Адамом. И мы с вами на Земле являемся самым большим чудом по одной простой причине, что в человеке Бог соединил материальное и небесное в одном целом. Весь растительный мир, который Бог создал, весь животный мир, который Бог создал, относится непосредственно к материальному творению. И вся природа в том числе. Но человек — это единственное существо на Земле, которое несет в себе образ и подобие Божьи. Бог взял брак земной и вдохнул в свой дух. И вот так Он соединил небесное и земное. Это удивительно, если мы с вами будем размышлять о том, как начинается ребенок, развивается в утробе матери, рождается. Это вообще удивительный процесс, если мы с вами задумаемся, что из миллион клеток, которые попадают в утробу, соединяются с клеткой женщины, Бог так запланировал, что рождаешься именно ты. И все чудеса, которые творил Иешуа, в них заложен один очень интересный принцип, который указывает на самое большое чудо, которое происходит в жизни человека на Земле. Конечно, приятно видеть, когда кто-то встал с коляски. Приятно видеть, когда больной, которому предписали уже смерть, последняя стадия рака, например, исцелился. Приятно видеть, когда Бог открывает глаза слепому. И Иешуа совершал все эти чудеса, включая воскресение из мертвых, что по уровню, естественно, прямо самое большое чудо в плане исцеления. Но это не конечная цель, для чего Иешуа исцелял всех людей, всех нас. Есть еще большее чудо, о котором мы, к сожалению, часто забываем в жизни человека. И мы прочитаем с вами Евангелие от Иоанна и посмотрим, например, первого чуда, которое совершил Иешуа. И вот именно через этот пример мы с вами увидим принцип, который Он хочет передать нам с вами, когда исцеляет кого-либо. Или тело чьё-то и так далее. Евангелие от Иоанна, вторая глава, с первого стиха. Это очень знаменитая история, вы все знаете. Свадьба. Очень уместное место. Вы знаете, еврейские свадьбы очень большие. И вот именно там Иешуа открывает первое чудо. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иешуа была там. Был также зван Иешуа и ученики его на брак. И как не доставала вина, то матерь Иешуа говорит ему, вина нет у них. Иешуа говорит ей, что мне и тебе, жена. Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет, он вам, то делайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших подвели по три меры. Иешуа говорит, наполните сосуды водою и наполнили их доверху. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служителя, почерпнувшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иешуа начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Аминь. Итак, мы видим чудо. Вода превращается в вино. Что по сути суть вот этого чуда? То есть объем жидкости имел одну форму. H2O, правильно? Ну да, я как бы говорю на английском или на латинском. И превращается в вино. То есть меняется природа того, что находилось внутри сосуда. И это чудо, бессомненно. Но еще большее чудо, это когда сосуды, которые Бог создал из праха, как мы с вами, внутри которого находится дорогая душа, по природе, имеющая греховность у наследовавшейся от Адама, меняет ветхое на новое, точно так же, как вода повинялась, превратилась в вино. Нету большего чуда, друзья, чем изменившаяся внутренняя природа человека. Аминь. И когда Ишуа совершает эти чудеса, он смотрит намного дальше. Это хорошо, что было вино. Но если на этом закончились бы чудеса Ишуа, то его миссия была бы бессмысленной. Он пришел, написано, для того, чтобы найти погибшее. Вот это была цель всех его чудес. Я еще раз повторюсь, я только за чудеса, знамения. Это слава Богу. И чем меньше возможностей и доступа к врачам, тем больше там Ишуа являют чудеса. Это факт. Например, в таких странах Африки и Азии и так далее, мы больше видим проявления таких чудес, чем, допустим, Европа или в Америке. Но, к сожалению, часто люди останавливаются именно на физических чудесах. А идея чуда, как тут, это чтобы мы с вами, видя славу Божию, могли поменяться. Если мы с вами посмотрим на исход 17 глава, там тоже есть интересное чудо. Моисей выводит народ из Египта. И вот они пришли, увидев столько много чудес, да? Они уже, наш народ, когда я говорю, они, это мы с вами. Давайте не будем забывать. А, ну это они, еврейский народ. Вот, но, друзья, это наши пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра деды и бабы. Так или нет? А мы их вот семья. И поэтому это мы. Ну, для тех, кто братья и сестры не из евреев, это тоже мы. Потому что все, что описано в Танахе, это прообразы для любого верующего человека в Иешуа. И вот они вышли и уже возрабтали после всех чудес, да? Интересно. Казалось бы, да, ну, такие чудеса, море раздвинулось, и вообще ты должен там до конца жизни быть впечатлен и благодарен Богу. Но здесь нет пить. Вот видите, внутренняя природа человека, да? Что хочет Бог достигнуть. И интересно, что когда они пришли, это 17 глава, начало главы, да, когда они двинулись, все общество в пустыню, жаждал народ воды. Третий стих, возрабтал на Моисея. И четвертый, Моисей возобил Господу и сказал, что мне делать с народом с ним? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых старейших израильских, и жезл свой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и вода, и будет пить народ». Сейчас, секундочку, по-моему, я другой текст. Прошу прощения, это 15 глава. Немножко другой Сипур. Не 17, 15 глава, Исход, книга Исход, 15 глава, да. 22 стих. «Повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они три дня по пустыне, и не находили воды». Вот это Сипур, история. «И пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера. И возрабтал народ на Моисея, говоря, что нам пить? «Моисей возрабил Господу и сказал, показал ему дерево, он бросил его в воду, и вода сделала сладкую. Так Бог дал народу устав и закон, и испытывал его». Амин. Интересно, что название места называлось в соответствии с водой, то есть какая была вода, она была горькая, то есть слово «мар» это горький, севрита, но это также отображало внутреннее состояние человека, вот народа нашего на тот момент. И когда Бог говорит Моисею бросить дерево в воду, то опять же вода меняет свое состояние из горького в сладкое. Ну в сладкое имеется в виду питьевая, то есть воду можно было пить. Опять мы видим, друзья, намек в этом чуде на внутреннее изменение свойства воды в данном случае. Говорит она с вами. Говорит, что мы с вами до Ишуа тоже были какая-то горькая вода, которую нельзя было употребить, которую человек, если соприкасался с нами, да, это вот, ну, можно выпрыгнуть, то есть невозможно общаться было. Но когда Бог совершает внутри нас чудо, мы становимся как питьевая вода, то есть можно употребить нас, что Бог со многими и сделал, использовал в служении. Теперь, как происходит это внутреннее чудо, внутреннее изменение в жизни человека? Мы посмотрим на очень интересное, опять же, исцеление из Евангелия от Луки, 18 глава. Евангелие от Луки, 18 глава. Друзья, действительно нет большего чуда, чем исцеление души человека. Многие братья здесь, которые сидят, да, которых я уже давно, много лет знаю, которые жили абсолютно другой жизнью, далеко от Бога. Ну, все мы, да, ну, вот, в частности, те, которые, вот, из репцентра, люди, которые имеют яркое свидетельство, как Бог их просто поднял из грязи. Разве это не чудо, что человек был зависим и служил другим Богам, образно говоря, да, и сейчас служит живому Богу? Это 8 глава Евангелия от Луки. 8 глава, я зачитаю с 41 стиха. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Ишио, просил его войти к нему в дом. Луки 8 глава, 41 стиха. 42 стих. Потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и в тот час течение крови у нее остановилось. 45 стих. И сказал Ишио, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицали, Петр сказал, и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Ишио сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина видит, что она не утаилась, трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. А мы остановимся на этом. Итак, у нас есть две истории, они переплетены. Тут как бы первый в очереди был Яир, и вдруг влезает какая-то женщина. И кажется по-человечески, что Ишио переводит фокус более главного на менее как бы важный. Ну потому что, по сути, если сравнить по весовой категории вот эти два случая, то срочнее как бы было бы пойти и исцелить дочь. Ну, женщина и так уже 12 лет страдает. Ну что, она не потерпит там полдня как бы, да? А тут дочь умирает, ну реально нужно поспешить туда. Нет, вот он останавливается, заостряет на этом внимание. И это неспроста, друзья. Здесь очень интересный и сложный момент, который о многом говорит. Но, во-первых, в нашей жизни часто такое бывает. Может быть, кто-то замечал, когда ты тоже как бы в очереди стоишь, чтобы тебе Ишио ответил. И у тебя такая важная проблема, а ты вдруг слышишь, как брат выходит и начинает говорить святительство, как ему Господь ответил. И тебе кажется как бы, ну это же как бы мелочи, я вот ему уже Бог ответил, а мне еще нет. Но у меня же как бы более важно. Когда Ишио так делает, он надо мной работает, чтобы свести мой фокус с моих главных вещей на еще более главные. Но казалось бы, что может быть главнее, чем родная дочь, которая умирает? Я напомню, что Ишио творил чудеса, самые такие сильные чудеса, чтобы показать на более важные вещи. В основном, все люди, которые просили Ишио что-то сделать, все эти вещи касались земного уровня. Даже исцеление тела дочери, согласитесь, это тоже временная жизнь. Да, маленькая дочь, 12 лет, все понятно по-человечески, да? Но Ишио хочет возвести фокус, даже и Аира, на более важное. Потому что есть больше, чем тело, это наша душа. Сам Ишио сказал, что душа больше, чем тело. И что польза, если человек все приобретет на этой земле, получит все исцеления, все ответы, и тело будет здоровое. К слову скажу, всем желает уста 20 лет. Но что польза, он говорит, если человек потеряет душу. И вот Ишио как бы минимизирует вот этот важный фокус, чтобы перевести вещи на главное. Не на эту женщину, но частично тоже, мы сейчас увидим. И так он отвлекся, да? И Аир, естественно, там ждет. Но смотрите, какой момент. И Аир, кто он был, мы прочитали. Начальник синагоги. Правильно? А тут женщина, которая страдает кровотечением, что мы с вами знаем по Торе, являлась нечистотой. Она касается Ишуа. И казалось бы, Ишуа нужно тихо ее отпустить, потому что если он это объявит, то он будет считаться нечистым 7 дней. А это означает, что Иаир вообще его не может домой себе позвать. Вы понимаете, какая штука? И Ишуа хочет, чтобы Иаир это увидел. К нему прикасается женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. То есть 12 лет нечистая, чтобы мы понимали, да? И за что цепляется Ишуа? Почему он как бы... С чего он начинает раскрывать вообще... Или... Ну как бы выдавать женщину, да? Потому что сила вышла из него, да? Написано. Ученики говорят, да тут все касаются тебя. Ну как бы... Но он говорит, что вышла сила. Тут очень важный принцип тоже, друзья. Во-первых, верующий человек привык, чтобы Бог его коснулся. И вот мы все приходим на собрание, и все жаждем, чтобы Господь нас коснулся. Но вы знаете, иногда мы как бы забываемся, потому что... Но он же коснулся тебя уже много раз. Открыл тебе имя Машеха. Излил свой Дух Святой. Поднял тебя из праха. Поставил тебя. И ты уже 20-30 лет верующий. И все хочешь, чтобы тебя Ишуа касался, когда может быть нужно задуматься, коснуться его уже. И... Вы знаете... В принципе, вот верующие люди любят как бы тусоваться, да? Любят как бы... Ну, может, слово такое рисковатое, да? Но... Любят встречи, там... Эре-фанель, да? Вечера прославления. Это все хорошо. И... Интересно задуматься, а вот что касает Ишуа вот таким образом, чтобы он обратил на меня внимание? Это громкая молитва, или это поднятые руки? Вот... Мне интересно, что его коснется, так как коснулось его, когда эта женщина прикоснулась к нему? С верой это правильный ответ уже. Я не успел задать вопрос, вы меня опередили. Это хорошо. Молодцы. Бодрствуйте. Это значит, вы как бы... Не расслабляетесь. Но, друзья, ведь написано, что все... Многие верят. И бесы верят, и трепещут, да? А что это значит? Прикоснуться к нему верою. И вот здесь очень интересный момент. Она прикоснулась, в русском написано, к краю его одежды. Теперь, Ишуа, как Рав, и как Мессия, который исполнил весь закон, естественно, носил цицит. Это повеление написано в книге Числа, 15 глава, где описано, что в четырех углах должны были быть выведены. На русском это кисти, да? Это цицит, вы все знаете, более... Слово, оно как бы... Ну, более вразумительное, да? И поэтому, с какого угла она не подошла бы, да? С краю. Она прикоснулась к его цициту. Цицит, он был напоминанием о заповедях Божьих. Это то, на что он указывал. Чтобы человек так бы не забывал. Сколько у нас есть заповедей? Вкратце. Да. Две заповеди. Две, десять. А десять? Одно другому не противоречит, друзья. Бегитсур в сокращении. Две заповеди. Это как одно яблоко, которое можно поделить на два. А можно разловить на ломтики. Вот, например, сколько плодов Духа Святого? Девять. Неправильно. В оригинале везде, и в русском тоже. И в английском, и в греческом. Один написано, плод Духа Святого. И потом идет перечисление девять частей. Любовь и так далее. Это как минора, или лучше привести пример с Ханукой. Вот недавно была Ханука. Помните, сколько там свечей? Девять. Шамаш девятый, да. Зажигает восемь дней. Все правильно. Но шамаш, который все зажигают. И если не будет одной, это уже не Ханукья, вы понимаете? Если не будет одного ломтика из девяти порезов яблока, образно говоря, представив это как плод Духа Святого, то это не полноценный плод, друзья. И какая часть плода Духа Святого первая, на первом месте? Любовь. Синдзя правильно сказала? Это шамаш. Потому что благодаря любви, именно любовь зажигает все остальные свечи. Вот как на Ханукальной миноре, на Ханукьие, шамаш все зажигают, именно любовь зажигает все остальные, и вера, и терпение, и благость. Это как вот это зарядительное масло. Но я к чему? Что если одного не хватает, это не полноценная минора, это не полноценное яблоко, и не полноценный плод, и так далее. Но вы правильно сказали. Если обобщить тот вверх, остальное это расклад практического объяснения. Ну, например, 10 заповедей, да? Вот что значит любить Бога? Если 10 заповедей разбить на 5 и 5, как они выглядели на скрижалях, то первые 5, если вы обратите внимание, относятся именно к отношению с Богом. Остальные 5 – отношения с людьми. На самом деле, несложно понять, да? Это более практично объясняет, а как любить Бога. Ну, первое – не иметь идола в жизни. Так это противоречит или нет? А как любить человека? Не укради или не убей. Противоречит или просто раскладывает? Объясняет конкретно. Теперь, я хочу вам исторически показать, что это понимание еще было и в Танахе, в иудаизме того времени. Понимание, что две самые главные заповеди заключались в возлюбить Бога и возлюбить ближнего. На то время, чуть-чуть до того, как Иешуа пришел, в Израиле существовали две школы. Библейские, панохические, как хотите называть. На то время еще не было Нового Завета. Это школа Шамая и школа Илеля, может быть, вы слышали. Немножко до Иешуа. Гамалиел, который мы читаем в книге «Деяния», он был внуком Илеля. И Гамалиел – это учитель апостола Павла. Это все записано в книге «Деяния» и в исторических книгах, что апостол Павел, да, Рабишов, он являлся учеником Гамалиева. Так вот, приходит язычник к Шамаю и говорит, ты можешь мне объяснить весь закон, стоя на одной ноге? Ну, тот его побил и палкой отогнал, сказал, ты как бы, как это говорят, юродствуешь? Какое слово правильно? Юродствуешь, да? Подходит он к Илелю и говорит, ты можешь, стоя на одной ноге, рассказать весь закон. Он говорит, нет проблем. И он говорит, первое – возлюби Господа Бога своего, как самого себя, второе – возлюби Ближнего, точнее, Бога всей крепостью, все, да, Ближнего, как самого себя. Во Второзаконии и во многих других книгах мы это читаем, это не новое было – возлюбить Бога и Ближнего. Если вы посмотрите на слово цицит, там есть два цадика. Это буква, но это и слово также. Цадик – это цадик. Две. Очень интересно соединяется с идеей двух главных заповедей. То есть праведник – тот, который, по идее, должен возлюбить Господа Бога своего и любить Ближнего, как самого себя. Итак, она прикасается к Нему. И смотрите, какой момент. По идее, он должен стать нечистым. Но смотрите, что получается. Нечистое, которое прикасается к чистому, становится чистым. Аминь. Эта цель Ишо была, все чудеса и знамения – это указать на Него, что Он – Машиех настоящий. Никогда такого в Израиле не было. Но Он становится чистым. И Аир это видит. И Ишо Ему дает послание, другими словами, что Я не просто целитель там. Я – Машиех. Я могу твою дочь исцелить. Но ты должен понимать, с кем ты имеешь дело. И вы знаете, потом дальше, когда мы читаем, Ишо приходит, исцеляет дочку, Он берет ее за руку, воскресая ее из мертвых. Он прикасается к мертвому телу, по сути. Второй раз. Но она вообще воскресает, как бы, из мертвых. Я знаю, кто-то говорит, что написано, она уснула. Есть версия, что тогда, на то время, люди не знали, но она как бы впала в кому, то есть она до конца не умерла. Я такое слышу. Как? Ну, в кому, я не знаю, как это называется. Ну, как бы, да, такое говорят. Он же говорит, что она спит, она не умерла. Ну, и в основном, естественно, трактуют, что он аллегорически просто выражается, потому что человек сонный, он очень, ну, который спящий, или не сонный, а спящий, он напоминает мертвого человека. То есть она, как бы, да, все-таки умерла, и он воскрешает ее из мертвых. Но он тоже прикасается, как бы, на то время к трупу считать, тоже должен быть нечистый. Дважды в этой истории, которая переплетается, мы видим, нечистая становится не только чистая, но еще и воскресает из мертвых, указывая, что он есть в тот машинах. А он указывает на то, что я готов всем помочь, я хочу всем помочь, говорит Иешуа, но не для этого я пришел. Я пришел, чтобы спасти душу, чтобы воскресить не просто тело, а воскресить дух из мертвых. Друзья, как мы с вами сегодня можем продолжать работать над внутренним состоянием души, чтобы горькое стало сладким, как вот с этой водой. Образно говоря, чтобы вода превратилась в вино, чтобы наша природа изменилась. Вот как эта женщина, да, прикоснуться к Иешуа, но не просто, как Павел говорит, я бегу, паристалью, хочу, ну так, чтобы бить воздух, да, не просто так. И вот секрет именно через вот этот момент, когда она прикоснулась к цициду, который символизирует заповеди. Вот как мы можем прикоснуться к нему, и вот как сила может выйти, чтобы нас поменять, чтобы нас исцелить, чтобы нас очистить. Послание Якова написано «Не будьте слушателями Слова только, забывчивыми, но исполнителями». Вот об этом речь, друзья. Иешуа сказал, кто любит меня, тот будет исполнять заповеди мои. То есть, будет исполнять Слово Божие или жить по Слову Божьему. У каждого своя терминология, как это говорит, да, но и сама идея это стать правилами тактикам, а не теоретикам. Вот только тогда поменяется что-то. В моей семье, в детях, в окружающей среде. Вот только тогда горькое внутри станет употребляемым. И Бог сможет это использовать. Потому что Слово Божие и заповеди, которые Бог нам дает, это путь исправления. Именно так Он исправляет вас. по посланию Якова, да, можно пример привести. Не быть забывчивыми слушателями, но быть исполнителями Слова, да? Многие здесь водят машину уже, правильно? Мы вначале все теорию изучали. Так или нет? В Израиле нужно, если не изменилось, до десятого урока практики сдать теорию. Правильно? или уже поменялся. Ну, примерно так. Вот представьте себе, вы знаете всю теорию замечательно, просто наизусть. Все знаки, все. Но вы не раз или, может быть, чуть-чуть садились, да, за руль, но не имеете практики вообще никакой. Скажите, эта теория, она где-то вам засчитается в пользу. От этого вы умеете водить или нет? Это то же самое с верой, друзья. Все правильно вы сказали. Она прикоснулась верой, поэтому сила вышла из нее. Но прикоснуться верой недостаточно просто знать теории Слова Божьего. Только тогда, когда мы верою садимся, образно говоря, в автомобиль и начинаем понимать, что такое вождение, что такое опасность справа-слева, повороты, приобретаем опыт. Образно говоря, наше хождение в Боге. Когда мы начинаем по Слову Божьему ходить в Боге, учиться видеть опасность, атаки, знать, где повернуть, понимать, где есть кирпич, куда нельзя заезжать, потому что многие часто, к сожалению, теряют барьеры верующих и заезжают туда, куда нельзя. Там кирпич, они едут. Хотя знают теоретически, но вот чего-то хочется, потому что внутреннее состояние не поменялось. Друзья, самое большое чудо это измененная душа человека. Но знаете, в чем разница этого чуда и чуда мгновенного исцеления, которое мы наблюдаем в Писаниях у Ишуа? То, что это жизненный весь твой процесс. Поэтому, когда Ишуа приносит чудеса в твою жизнь, это здорово, но мы не можем чудесами продолжать жить, друзья. Ишуа просто через чудеса коммуницирует нам, что самое главное нам нужно поменять, а это жизненный процесс. Вопрос, пойдем ли мы до конца или нет. Женщина, я уверен, что стыдно ей было, когда вот это все, ну еще не чистота, ну как бы и все на нее, все внимание на нее. Но она продолжила. Когда Ишуа исцеляет, изгоняет беса с дочери, язычницы, там он вообще ее называет ну чуть ли не собакой. Говорит псан, крохи, ну как бы казалось бы это вообще не тот Ишуа, который мы слышали, да? Но он не обзывается там, чтобы вы понимали, не ругается. Это отдельная история, мы в нее не будем вникать. Я к чему? Несмотря на то, что он назвал вещи определенными именами, это не остановило ее идти до конца в выбранном решении. Как часто мы с вами друзья, какой там собака или еще что-то, да? Просто нам слово там пастор или служитель тебе показалось грубо сказал, или там не посмотрел на тебя еще что-то. все, обиделись, ушли. А пастор не понимает, а что этого человека тут нет уже? Месяц, два, узнает, а он, оказывается, обиделся. И вообще по пустякам. И, к сожалению, вот так очень многие верующие сегодня, друзья, они останавливаются на первом километре. А сколько трудностей на пути? Вопрос, пойдем ли мы до конца? вот как эти мужи и жены в частности веры, да? Я вижу, у нас сегодня причастие будет, да? Подготовим наши сердца действительно, друзья. Многие здесь наблюдали чудо изменения души. У кого-то сын был спасен от наркотиков, да? Кто-то блуждал в другой сфере, и Бог его радикально изменил. Вот как воду вином. Давайте не будем останавливаться и достигать вот этого изменения. Но это только тогда, когда мы перестанем быть забывчивыми слушателями и станем исполнителями слова. То есть возьмемся образно говоря за те заповеди и Слово Божие, которые Он дал, которые помогают нам исправить грешную природу, возлюбить ближнего, вытащить вот эту зависть. Сколько в нас вещей, да? Ревность, зависть, соперничество. Как вы думаете, это разве не махсон к тому, чтобы ближнего возлюбить? Это все барьеры, а мы учимся водить. Их нужно постепенно убирать. Как? Через Слово Божие, заповеди, которые Он дал. Это длительный процесс. Но когда ты достигнешь этого, ты увидишь самое большое чудо. Враги станут друзьями. Не все. И пусть поможет лучше все, но есть еще другая сторона. Но тот человек тоже должен на собой работать. Но Решила сказал, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми. и в мире не имеется ввиду идти на компромисс. Единство веры заключается в истине. у людей во время Вавилона, когда строили башню, было сильнейшее единство. Но Богу это единство не нравилось, потому что оно было не в истине. Поэтому истинный поклонник это кто, который поклоняется ему в духе и в истине. часто мы ставим в духе, что хорошо, но забываем про истину. Поэтому единство всегда должно быть в истине Божьей, бескомпромиссно. И пусть Господь нам поможет во всем этом благослови. Аминь. Спасибо большое. Аминь. Давайте помолимся. Аввину Малкейну, Сесть Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое живое и действенное. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты помог каждому из нас работать над своим полем, над своей почвой сердца, на которой очень много сорняков, очень много камней, которые должны быть убраны, почищены. И Господь ему молим тайным силы Духа Святого. Сила, которая вышла от Ишуа, сила воскресения, которая воскресила 12-летнюю дочь, которая очистила 12 женщин, устрадавших 12 лет кровотечением вот эта сила, Господь, через Слово Твое, потому что Ты еще есть Слово. И пребывать в Тебе, это пребывать в Слове, Господь, потому что Слово, которое стало плоти, обитало с нами, это не просто абстракция, Господь, мы понимаем, это то Слово, которое Ты нам дал, это и есть Ты, и помоги нам пребывать в Тебе, чтобы каждый из нас мог вернуться в тот образ, по которому мы были сотворены. Благослови каждому, помоги нам сейчас подойти к этому времени и причастия, соединиться в одном теле, вспоминая все, что Ты сделал для нас с благодарностью во имя еще вести Ваще Машина. Амин.